Курортный сезон еще не начался, побережье пока пустует, но выходные на пляже Маяк было оживлено. Впервые в субтропическом Сочи собрались морожи со всей страны. Место мы выбрали, ну, лучше некуда, потому что это центр города. И все, кто приехал, они довольны тем, что в основном приехали из Сибири, Дальнего Востока, Урала. Для них посмотреть, какой красивый Сочи, это огромное удовольствие. Завтра у нас культурная программа. На чемпионат России по зимнему плаванию приехало 90 спортсменов со всей страны. В рядах моржей как бывалые пловцы, которые уже закалены самыми холодными водоемами, так и начинающие спортсмены. Самому младшему 10 лет. Открыли турнир танцами и театральными сценками. Температура воздуха около 20 градусов, вода же прогрелась до 14. В принципе, для опытного моржа это довольно мягкие условия. Обычно чемпионаты по зимнему плаванию проходят в более суровых температурных условиях. Но, тем не менее, спортсмены активно готовились к заплывам. Во-первых, должна быть просто спортивная подготовка, например, заниматься какие-то места. Например, можно тренироваться в бассейне. И несколько дней в неделю мы просто тренируемся, плаваем в холодной воде. Просто прорубь вырубленная в проруби. И там плаваем, 25 метров делаем. И дистанцию эту тренируемся. Движение моржей в России очень развито. Способствует этому и климат. Большая часть страны закаляет людей холодными зимами. Оттого и результаты отличные. Именно россияне – действующие чемпионы мира по зимнему плаванию. После этого сочинский заплыв – просто развлечение. Прекрасная вода. Единственное, что сильно штормит. Не видно бойков. А так в целом все прекрасно, все хорошо. Чувствую себя замечательно. Возможно, первый чемпионат России в Сочи – не последнее руководство города – будет поддерживать этот вид спорта и дальше. Поддерживаем все губернаторские программы, проекты, связанные со здоровым образом жизни. В том числе, конечно, и проведение такого чемпионата, открытого чемпионата России в городе Сочи. Поэтому считаем, что этот вид спорта будем развивать. Город Сочи только готов помогать, оказывать, представлять площадки и так далее. То есть все возможные полномочия, которые у нас есть, мы готовы реализовывать. Также в рамках чемпионата всем спортсменам организовали экскурсию по городу и Олимпийскому парку. Игорь Кыр, Падемид Даниловский, телекомпания ФКТ.